здравствуйте уважаемые земляки вчера к нам с максимом обратилась жительница целинного района которая оказалась в трудной жизненной ситуации в связи с чем мы решили записать это видео и кроме этого завтра у нас прямая линия с президентом российской федерации я сразу вспомнил случай с ларисой якупой которая достучалась до президента и ей помогли данном случае считаю что здесь такой же случай поскольку у заявительницы да это горяева эльзата бадмаевна оказалась тяжелой службы тяжелой семейной ситуации поскольку у нее ее семья состоит из 4 4 человек это мама отец и братишка и они все инвалиды двое из них инвалиды первой группы нуждающий постоянном постороннем уходе уходе и отец он инвалид 2 группы и связи с этим необходимо находиться постоянно в городе везде чтобы получать медицинскую помощь и у них нету квартиры и они обратились нам и мы я мы понимаем то что таких ситуаций таких людей которые находятся таких обстоятельствах у нас республики много но поскольку из это бармаева нам обратилась мы решили перед прямой линии с президентом публичить данный материал чтобы обратили внимание но сделать так сказать буриное дело если получится если мы поможем то семья и четырех человек станет намного счастливее и так из это бармаин уже на протяжении пяти лет пишет письма ходит во все инстанции смотрите какая папка и она мне говорит то что это не все документы половина документа затерялась и она не может получить квартиру ознакомившись всеми документами и и вчера до ночи изучал я увидел письмо министра джанжиева до министра по строительству транспортно-предорожного хозяйства из письма там такой смысл то что согласно на нормативную проекту на нормативно-правового акта о выделении вам субсидии для суммы субсидии на приобретение жилья то есть и смысла данного письма выходит то что есть проект какого-то нормативно-правового акта который позволяет ей выдать субсидию на получение для приобретения жилья в размере 2 миллиона 362 рубля однако со слов из-за прибор майон и глава республики калмыкия бату хасиков отказывает ей в получении данной субсидии и так дорогие друзья мы представляем вашу вниманию обращение галяева я галяева листа бадмайна мы проживаем на 8 микро районе в городе или стая снимаем квартиру я живу с мамой с папой с братом брат меня инвалид первой группы лежачи мама инвалид первой группы недееспособны и папа инвалид второй группы из всех членов семьи трудоспособны только я и я не могу уйти работать так как у меня три инвалиды за ними надо ухаживать и вот я получаю опекунский на маму 11 тысяч 200 рублей и больше ничего не получает государство я обращалась владимир владимировичу путину обращалась к найденного и варисе николаевне обращалась кустинову ксомову кикать везде во всей инстанции к прокурору южном федеральном округе они все списывают на этот как ее на республику а республика ничего решить не может все и вот этот круговоротно на протяжении восьми лет дорогие друзья год благодарности его святейшеству далай-лама 14 приуроченные к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта центрального курула калмыкии золотая обитель будды шакимуни сокровищница духовного наследия калмыцкого народа издан альбом далай-лама калмыкии от трех его визитов в нашу республику продажу данного издания производится в калмыкии центральном куруле средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры алтунгерл калмыцкий и русский переводы